А причин у рака много, она не одна. И чем больше причин, то есть вредных факторов воздействия на организм, тем хуже. Ну а профилактика, она всегда правильнее лечения. А о профилактике и обо всем том, о чем будет идти речь в этом видео, я оставлю вам ссылки под этим видео. Итак, объективные причины рака это, во-первых, химия в еде, быту, одежде, в моющих средствах. В результате воздействия отравляющих веществ на ткани и клетки организма, в них накапливаются ошибки в ДНК, и возникает бесконтрольный рост аномальных клеток с нарушенной программой. Вторая группа факторов, ну естественно, радиация, облучение, в том числе и воздействие СВЧ, то есть сверхвысокочастотных и ВЧ высокочастотных излучений. Третья группа причин, это накопление тяжелых металла в организме, таких как свинец и ртуть. А их можно получить, ну скажем, от автодорог, долгое время находясь вблизи них. Особенно, если окна квартир выходят на крупное шоссе, и нет специальных фильтров для воздуха дома. Это когда даже при закрытых форточках есть специфическая, как бы это сказать, такая копоть на стеклах и раме. Эти и другие тяжелые металлы можно получить от химических предприятий, особенно если застаиваются воздушные массы, ну когда города, например, находятся в котловинах. Есть системы, наконец-то, вот у меня, например, у родителей стоит, у моих детей стоят, значит. Когда в квартире продырявливается стенка, это делается за полчаса профессионалами, и вставляется туда труба, снаружи красивая заглушка в цвет стены дома с внешней стороны, а внутри ставится, соответственно, этот прибор, который забирает грязный воздух с улицы и фильтрует его через систему своих фильтров, и выпускает чистейший, свежий и чистый, без грязи, без пыли, кстати, убираться надо меньше, он не пылится почти, внутрь в квартиру. И это, конечно, надо ставить в идеале, ну, во всех комнатах, ну, хотя бы, или в двух противоположных, если на разные стороны выходит. Ну, по крайней мере, на тех, которые выходят на улицу, это просто, как говорится, необходимо. Вот, потому что если вы не будете задерживать в системах фильтры, это всё, то есть свинец, прочий тяжёлый металл, то это будет у вас в лёгких, а значит, это идёт в кровь, это воздействует сразу на лёгочную ткань, через кровь на любые клетки и ткани нашего организма, и это один из главных онкогенных факторов. А теперь у вас есть такая уникальная возможность изменить это, то есть спасти себя, детей, близких, родных. Значит, я вам оставлю ссылку обязательно на вот эти системы фильтрации воздуха и ссылку на это видео, где я уже подробнее с моим коллегой всё это поясняю, и что это такое, как ставится, зачем, почему, ну, в общем, подробное об этом видео. Тяжёлые металлы можно получить из рыбы, скажем, с Атлантики, так как по Амазонке и другим крупным рекам идёт сброс в моря и океаны ртути, которую используют тысячи добывающих из золотого песка компаний. Подвержены данной опасности и те люди, которые собирают грибы особенно, ягоды, другие продукты, выращивают их около автомобильных дорог до одного и даже двух километров от крупных трасс магистралей. Ну, а остальное проявите смекалку, додумайте и прочие разные ситуации. Я же не могу на все случаи жизни дать пояснение. Четвёртая глобальная причина онкологии. Особенно здесь надо выделить ПВХ-изделие. Это поливинилхлорид. Особенно ПВХ-окна, пластиковые окна, которые источают фенолы, диоксин, формальдегид. Всё это объективно сверхтоксичные, канцерогенные, то есть онкогенные факторы. Как бы кто ни хотел думать иначе, успокоительно обманывая себя. А то деревянные окна все в 90-е годы повально выкинули, заменили пластиком, ну вот. Правда, многие разумные люди уже меняют обратно. То есть пластик на дерево. Ну и вообще проблема пластика это огромная беда современности, что уж говорить. Морские организмы переполнены пластиком. Целые континенты пластика уже существуют в Мировом океане. Они измельчаются до наночастиц. Эта микропластиковая пыль проникла уже во все экосистемы. Ещё одна проблема это антибиотики и гормоны, которые находят уже и в артезианских скважинах, в родниках и других подземных источниках. И даже в альпийских ледниках. Шестая проблема. Сахар и рак. Это предельно важная тема. Как воздействует сахар на развитие грибков микромицетов, то есть дрожжевых и плесневых патогенных низших грибков, не путайте их с высшими баздиальными грибами. То есть как воздействует сахар на вторичные факторы развития онкологии и развития других болезней. И как питаются раковые клетки с сахаром, ну то есть глюкозой, фруктозой. Я подробно и доходчиво пояснял, разбирал в своей лекции. Вот с этим же названием. Сахар и рак обязательно потом посмотрите. Без этого пункта в долгосрочной перспективе рак, у кого тем более он уже есть, не победить. И еще к тому же получить онкологию. С этим дополнительным фактором в наши дни рак легко и прост. Седьмой пункт. Мясо в питании человека. Кто потребляет данную несвойственную человеку невидовую пищу, идет накопление в организме кадаверины и путресцинов, то есть гнойных токсинов и трупных ядов в результате переработки этого мяса в организме. А также гетероциклических аминов и нитрозоаминов, возникающих при жарке мяса. А это прямая дорога к раку. Эти вещества мощнейшие мутагены-канцерогены. И здесь вопрос только во времени и доле везения. Но конечный путь аномального деления клеток в результате воздействия на них токсинов и мутагенов, это всегда онкология. Потому люди, кто не умер от инсульта, инфаркта, то есть скоропостижно, всегда умирают от рака. Кто в молодости сейчас это чаще? Так как факторов, приводящих к раку, в наши дни очень много. А кто-то в относительной старости, но теперь это реже. Восьмая группа причин всплеска онкологии это антипригарные покрытия сковородок и прочей посуды. То, что эти вещества вызывают рак, не просто доподлинно известно, а в судах в США выиграны огромные, колоссальные деньги у этих компаний. Они придумали сейчас хитрость. Называют это уже не антипригарными покрытиями, не тем, чем раньше. Посмотрите об этом мое видео, видео расследование, которое выходило у меня на канале. Ссылку на него для удобства я тоже оставлю вам под этим видео. Девятая причина всплеска онкологии это вещество глицидол, находящееся в рафинированном пальмовом масле, которое сейчас добавляют во все молочные так называемые продукты, во все супермаркеты. И продается это во всех супермаркетах от самых дешевых до самых элитных дорогих. А плюс ко всему глицидол содержится во всех так называемых продуктах, которые находятся в упаковках, в составе которых есть масла. Некоторые эксперты оценивают это до 90% ассортимента всех супермаркетов. Об этой огромной проблеме глицидола, пальмового масла у меня выходило два видео на канале. И ссылки на них я оставлю. Одно недавнее. Итак, все это были основополагающие первопричины онкологии, но есть и вторичные причины. Я сейчас перечислю всего лишь часть из них. Это сидячий образ жизни, плохая работа лимфатической системы как следствие малоподвижного образа жизни и лени, застойные воспалительные явления в результате тех или иных процессов и инфекций. Это все усугубляющие факторы. Конечно, есть и другие. А плесневые и дрожжевые грибки являются вторичными причинами рака, когда организм уже слаб и не может бороться с ними. А слаб организм часто бывает по причинам воздействия как раз выше перечисленных мной факторов и по причине недостатка важных питательных веществ из бедных ими продуктов питания. Так как почвы уже истощены и не содержат достаточного количества важнейших микроэлементов, потому в наши дни не быть здоровым человеком и достаточно защищенным без применения потребления нужных биодобавок. То есть, именно концентратов питательных веществ, таких как витамин D3, селена, кремния и прочих. А все остальные причины я поясняю в своих старых видео. К примеру, в этой лекции 9 причин болезней. Впрочем, все нужные для вас ссылки я оставлю вам под этим видео. И если несколько факторов воздействия разрушающих организм еще можно убрать, периодически проходя программы по выведению из организма тяжелых металлов, радионуклидов, а они есть и они нужны всем людям. Ведь за свою жизнь, за десятилетия жизни, мы все в той или иной степени нахватались из еды, воздуха и воды много вредных веществ, в том числе и тяжелых металлов. Также возможно защитить себя хотя бы отчасти от воздействия СВЧ и ВЧ-излучений. Ссылки на программу по очищению и защиту от СВЧ-излучений я оставлю вам в описании под этим видео. Это еще возможно. Кстати, на днях у меня вышло видео очень важное про СВЧ-излучение. Вы посмотрите это видео по ссылке. Я ее оставлю под видео. Но вот с химией в еде и недостатком питательных веществ гораздо сложнее, так как 99% людей это не хотят видеть, замечать, осознавать, прикладывать усилия, менять свою жизнь не хотят. Вы можете меня спросить, а где же брать здоровые продукты? Мол, везде одна химия, нет, не везде. Выход есть всегда. Кто ищет, тот всегда найдет. Что делать? Первый вариант из трех. Ну, делать, ничего не делать. Катиться и дальше по наклонной. Жить так, что день прошел и ладно. Второй вариант. Переезжать на землю, жить. Выращивать самим все экологически чистое. Как это, например, сделал я? Ну и третий вариант. Покупать у тех, кому вы доверяете. Можно найти. Например, у меня можно покупать на нашем сайте надгар.ру и продукты, и зелень, и овощи, и так далее. Все биоорганическое. Ну и сотни других видов продуктов и других товаров. Нет возможности. Пункт номер два. Наплевать на все. Пункт номер один. Претензии мне предъявлять за что-то. Пункт номер один. Кстати, ссылку на интересное видео про мое главное хозяйство я оставлю тоже под этим видео. Посмотрите, кому будет интересно. А также посмотрите мое видео под названием «Еда, отрава, хватит себе врать». Пять вариантов, что же можно есть. То есть, как питаться, потому что некоторые начинают «Ничего есть нельзя». Глупости это все. Можно, но зная, что и как. Вот есть разные пути решения этой проблемы для разных групп людей. По психотипу, по состоянию здоровья, и что человек способен сделать или не хочет. В общем, как действовать? Существует только пять вариантов. Я их в этом видео и озвучил. Посмотрите то видео. Не пишите под видео моим нынешним глупости вроде «Ничего не поделаешь», «Безвыходная ситуация» и так далее. Жить тоже вредно, вот эту чушь. Посмотрите лучше то видео. Вот там я подробно пояснил то, что, может быть, многие не могут и осмыслить. Итак, я говорю все только со знанием дела, имея громадные опыты знания. Еще вы можете меня спросить, а что же тогда есть? Мол, есть-то нечего. И это я разъяснял в своем видео вот точно с таким же названием. А что же тогда есть? Оставлю на него ссылку тоже. Поймите, все ведь разумно, так как логично, что чем больше вредных факторов убрать от и из организма, тем легче ему будет сопротивляться, бороться, защищать себя. Этим и обусловлено то, что раньше, о чем в протест некоторые люди любят высказываться и сейчас будут, не было такого повального рака из такого возраста, как теперь, в наши дни. Именно потому, что раньше и не было столько вредных факторов воздействия на организм, как сейчас. Ясно? Ведь это же должно быть очевидно, но для многих нет. Так, как определить, есть ли рак или нет? Обследования, медицинские периодические исследования, УЗИ и прочие по назначению разумны. И медицинские в клиниках, и домашние исследования. Вот прибор, недорогой прибор, в 3, 5, а иногда и более раз дешевле порой, иного смартфона, с помощью которого можно определить наличие доброкачественных и злокачественных новообразований в организме, а также очагов воспалений. Ну а затем, зная где именно, пройти уже точечные обстоятельные исследования в медицинских учреждениях. Вот это самый надежный будет подход и самый разумный, правильный алгоритм. Ссылку на этот прибор и видео о нем я оставлю тоже под этим видео. Непременно потом посмотрите. Есть, конечно, и косвенные признаки развития онкологии. Смотрите мое видео «Каковы первые признаки рака?» и вообще ссылку на раздел, плейлист по онкологии, там все мои видео я оставлю вам, и вы найдете это видео там в том числе. Профилактика. А она заключается в устранении всех или большей части вредных факторов, которые объективно негативным образом влияют на организм. Я очень рекомендую каждые 5-6 месяцев проходить маркерный курс фунготерапии. Ну, то есть грибной терапии. Фунготерапия – это наука, которая изучает лечебные свойства высших базидиальных грибов. Сам курс маркерный длится 3 месяца приема грибных лечебных препаратов. Затем вы делаете 5-6 месяцев перерыв и опять курс. Это, конечно, в идеале. Жаль только, что мало кто прислушается к тому, что я сейчас говорю. Ведь у нас люди любят так, пока гром не грянет. Но вы знаете. Профилактика – это защита. Поймите. Тогда шансы получить рак снизятся во много раз. Это не защитит на 100%. Вообще никаких 100% нет ни в чем. Но на 95% – абсолютно. Судите сами. Есть программы, которые выводят из организма тяжелые металлы радионуклиды. Есть программы, которая защищает от рака, мобилизуя и укрепляя иммунную систему. И если к этому добавить еще правильное питание и образ жизни, это 95-98% защит. Теперь важные меры в программе лечения. Как нужно менять питание и составлять для себя таблицу, скорректировать свой образ жизни, какие нужны биодобавки, антиоксиданты, иные меры защиты. Я все досконально пояснил. Более того, свел в единую систему, методику в своем уникальном инфопродукте номер 22. Вот он. Ссылку на него я оставлю вам тоже под этим видео, как и ссылку на раздел по онкологии, то есть на все мои видео по раку. Я настоятельно еще раз советую вам это все потом смотреть и конспектировать. Ведь это нужно знать каждому человеку и для профилактики, и для лечения, не дай бог, у кого уже есть. Но кто пренебрег профилактикой, знаниями? Одну подсказку только дам. Главное мое видео по данной теме «Общие принципы лечения онкологии». Ну а где его найти, вы уже знаете. Теперь методика лечения доброкачественных и раковых опухлей. Консультации у врачей-онкологов обязательно нужны. Дополнительная консультация, если захотите, у меня возможно. Хотя вам достаточно и инфопродукта номер 22, о котором я говорил, плюс методики лечения, помимо медицинской программы, фунготерапии. Можно для вас ее по запросу составить, эту программу, но только после получения консультации или приобретения данного инфопродукта, как основы курса. И в Японии, и в США, и во многих странах мира медицина и биология, то есть фундаментальные науки доказали эффективность воздействия на раковые клетки высших базидиальных грибов, точнее, их экстрактов, еще точнее, действующих веществ. Например, полисахарида лентинана, содержащегося в грибе шитаки. Кстати, гриб веселка еще более мощный, гриб агарик бразильский в определенных случаях еще более мощный, но дело сейчас не в этом. На примере гриба шитаки, на примере моего видео о нем, я настоятельно рекомендую это видео посмотреть, в моем разделе по лечебным грибам ссылку на этот раздел я, конечно, тоже дам. Так вот, если посмотрите, то вы поймете один из механизмов этого воздействия. Я его очень подробно и при этом коротко объясняю. Заходите в раздел, смотрите, записывайте, применяйте. Предупрежден, вооружен, профилактика лучше лечения. Я оставлю вам важнейшие ссылки под этим видео на лекции о раке, которые советую посмотреть, на продукты и иные товары для профилактики лечения рака. Не забудьте посмотреть те видео, которые я сегодня вам указал, порекомендовал. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все.